Всем привет, с вами канал Енотик Продакшн. В современном мире все воспринимают драконов как вымышленных созданий, символизирующих счастливое предзнаменование. Но что если драконы это не миф, а реальные существа, обитавшие в древности? В исторических книгах и других материалах немало записей доказывающих это. Вашему вниманию хотим представить 8 случаев, когда люди засняли на камеру настоящих драконов. Итак, начинаем. В Китае произошло нечто, о чем многие из нас даже не могли подумать. На территории китайской провинции Гуйчжоу люди начали слышать громкий рев, который прямо-таки навевает неподдельное чувство страха. На звук ринулись огромные толпы людей, которые посчитали, что внутри огромной горы пробудился дракон, о котором говорится в легендах многих народов. Эти звуки были похожи на рев динозавров и драконов из фильмов вроде Хоббита, поэтому жители близлежащих населенных пунктов решили отправиться в сторону источника. На данный момент существует несколько теорий о том, что это за странные звуки. Никакого дракона им обнаружить не удалось, однако видеоролики с устрашающими звуками буквально заполонили интернет. Кто-то считает, что рев издается какой-то мощной машиной, которая может добывать полезные ископаемые или выполнять другую тяжелую работу. А кто-то активно строит теории заговора о том, что в Китае происходит что-то поистине сверхъестественное, а власти всеми силами пытаются скрыть правду от народа. Исследованием загадочного явления занимаются группы ученых. Они пока не сообщили об обнаружении источника страшных звуков. Недалеко от Луны было обнаружено нечто действительно невероятное и похожее на дракона. О невероятном космическом событии сообщил молодой человек, проживающий в Москве и запечатлевший соответствующую ситуацию на камеру. Непонятный объект пролетал вдоль освещенной части земного спутника, в связи с чем его было очень хорошо видно. Москвич поразился еще больше, когда пригляделся и понял, что странное образование очень сильно напоминает огнедышащее создание из сказок. По словам автора загадочного материала, прежде ничего подобного ему видеть не приходилось. Специалисты по неопознанным летающим объектам, которым пока только предстоит разобраться в подлинности материала, уже сделали предположение, что мимо селены вероятнее всего пролетел космический корабль внеземной сборки, каких в последнее время там замечается довольно немало. Впрочем, далеко не все комментаторы смогли поддержать такое мнение относительно занятного видео. Некоторые скептики отметили, что объект, промчавшийся, как утверждает автор возле Луны, на самом деле пролетел непосредственно рядом с объективом камеры жителя столицы. Какие-то приверженцы рационализма назвали таинственное возникновение обыкновенной птицей. На этих кадрах вы можете видеть, как в руках держит человек настоящего детеныша дракона. По словам СМИ, это событие произошло в Индонезии. Все началось с того, что молодые люди шли в поход в горы и однажды наткнулись на небольшую пещеру, в которой нашли огромное яйцо. Они подумали, что это яйцо остроусиное и решили принести его домой. В доме поместили его в инкубатор и приблизительно через месяц вылупилось то, что они совсем не ожидали увидеть. Из скорлупы вылезло непонятное существо большого размера. Оно не похоже ни на одно земноводное, которое обитает на нашей планете. У предполагаемого дракона имелись крылья и большой рот, судя по видеокадрам. По информации ТВ новостей, это загадочное существо передали в лабораторию ученым для изучения. Но какова судьба его была в дальнейшем информации нет. В Китае, в провинции Гуандун, очевидцы начали наблюдать в небе странное существо огромных размеров. Это не могло быть птицей. Они таких больших размеров не бывают. Это существо очень напоминало дракона, который парил между облаками. Китайцы верят, что драконы – это самые настоящие посланники древних духов, либо даже божества. Императоры мнили себя истинными наследниками драконов, а простой народ поклонялся волшебству, могуществу и силе данных магических существ. Согласно китайским мифам, дракон – это повелитель водной стихии. Он дарил людям воду и орошал поля крестьян. Дракона настолько почитали в Китае, что в каждом городе и деревне вблизи воды ставили кумирню царю-дракону. Здесь люди регулярно возжигали благовония и приносили жертвы могущественному божеству. В соцсети взорвала информация о напавшем на китайскую высотку огнедышащем драконе. О проснувшихся древних драконах заговорили после неоднозначного происшествия, случайно заснятого жителями города Шиньян. На видео, которыми поделились снимавшие грозу шиньянцы, видно, как определенный момент небоскреб оказывается полностью объятый огнем. Приверженцы конспирологических теорий и любители фантастики, тут же приписали многометровый выброс пламени огнедышащему дракону. Масло в огонь подлил пролетавший в это время над зданием большой кусок сорванного где-то ветром полиэтилена или брезента, в котором мистики углядели само мифическое существо. Тема драконов настолько близка китайцам и впитана ими, что даже новейшие изобретения опираются на образы из мифологии. Очередное открытие было сделано, когда эксперты изучали панорамы Google. Внимание привернул странный скалистый участок в пустыне Мавритании, на котором были замечены некоторые контуры. Картинка напомнила ученым очертания дракона. В окаменелости прослеживается голова туловища и один большой глаз. Длина умершего создания равнялась 9,5 километров. Сейчас специалисты пытаются найти реальные древние упоминания о драконах. Возможно, легенды о летающих змееобразных рептилиях не вымысел. По словам экспертов, открытие может доказать существование драконов и навсегда закрыть вопрос касательно этих существ. Где-то в Японии во время грозы местным жителям посчастливилось увидеть силуэт дракона в темном ночном небе. Изображение дракона появлялось при ударах молнии. Любители мифологии считают, что это был самый настоящий дракон. Другие же говорят, что облака просто приняли такую удивительную форму, что нам снизу кажется, что это какое-то мифическое существо. Третьи и вовсе заговорили о видеомонтаже. Но с точностью объяснить, что это могло быть, так и никто не смог. Ни одно древнее писание не обходилось без драконов. О них писали все народы мира, которые жили в разных частях земного шара. Причем все сказания между собой довольно похожи, а это приводит к мысли о том, что драконы, на самом деле, раньше существовали. Иначе как люди, живущие на разных материках, не имеющие возможности общаться друг с другом, могли оставить после себя одинаковые письмена. Криптозоологи уверены, что драконы – это не миф и не выдумка. Они, как и другие мифические создания, ети-чупакабра и морские чудовища, имеют полное право на существование. Но здесь есть и обратная сторона медали. Ученым до сих пор неизвестно, каким образом дракон или другой монстр способен попасть в наш мир. Разумеется, отсутствие доказательств дает повод скептикам отрицать возможность существования любой необычной формы жизни. Но, с другой стороны, всевозможные фото или видеокадры, на которых запечатлены странные создания, могут служить доказательством наличия параллельных миров. Ведь, проникая оттуда, монстры могут также беспрепятственно возвращаться, даже если их ранить или убить. Скорее всего, на данном видео мы и наблюдаем, как дракон, прорвавшийся наш в мир, доступный человеческому глазу, парит над городом. На этом сегодня все. Всем пока и до скорой встречи.